Добрый вечер на Интере Время новостей. Вашему вниманию самая важная информация к этому часу в студии я, Анастасия Даугуля. Сегодняшний день на улице Грушевского прошел относительно спокойно, никаких потасовок не было. Протестующие не забрасывали силовиков камнями и бутылками с горючей смесью, а те не использовали шумовые световые гранаты и слезоточивый газ. Возле стадиона «Динамо» негласно установили так называемое «перемирие». Правда, весь день люди в шлемах и масках собирали булыжники с мостовой и укрепляли баррикады, поливая их водой. Рядом со стороны Европейской площади дежурили четыре кареты скорой помощи. Сейчас в центре Киева работает наш корреспондент Инна Жмут. Инна, что происходит на подступах к улице Грушевского? Добрый вечер, Анастасия. А сейчас ситуация на улице Грушевского, если можно так выразиться, стабильна. Никаких активных действий ни со стороны представителей правоохранительных органов, ни со стороны активистов Майдана нет. Вместе с тем, люди сегодня, похоже, не стояли сложа руки. Из сожженной техники они выстроили баррикаду, как нам объяснили, на случай каких-либо провокаций со стороны Беркута. Сегодня также здесь появился автобус с аппаратурой. Голос из громкоговорителя постоянно призывает людей в погонах перейти, вот буквально цитата, «переходите на сторону людей». Активисты Майдана постоянно подходят к сотрудникам Беркута. Сегодня они могут это сделать совершенно спокойно. Разговаривают с ними, ведут своего рода профилактические беседы, стыдят их. И опять-таки призывают сложить щиты и перейти на их сторону. На такой себе нейтральной территории между людьми в погонах и активистами Майдана стоят священнослужители. Как они нам рассказали, они здесь призывают людей к миру и не начинают никакие военные действия. Никаких взрывов, никаких звуков выстрелов мы, к счастью, не услышали. Единственные яркие вспышки – это горящие бочки. Люди постоянно их жгут, говорят, что таким образом пытаются согреться, погодные условия ухудшаются. Очень сильно начался снег, мороз и сильный ветер. Вот, пожалуй, все, что можно сказать к этому часу. Мы будем следить за ситуацией дальше и уже в 8 подробностях расскажем все больше. Спасибо, Инна. Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондент Инна Жмут, которая находится в центре столицы. Все подробности сегодняшнего дня в следующем выпуске новостей в подробностях в 20.00. В общем, за все время противостояния пострадали 119 милиционеров. Из них 80 госпитализированы. Это данные пресс-службы Министерства внутренних дел. Сейчас мы покажем вам видеокадры, которые сняли по другую сторону баррикад. Коктейли Молотова летят в бойцов Беркута. В Киевской мэрии намерены привлечь к ответственности тех, кто 19 января крушил кассы стадиона «Динамо» и разбирал брусчатку на улице Грушевского. Именно эти люди, как считают исполняющие обязанности главы городадминистрации Анатолий Голубченко, и должны компенсировать нанесенные городу убытки. Сумма пока не подсчитана. За помощью столичная власть намерена обратиться в прокуратуру. А вот ущерб от Евромайдана уже известен. Приблизно пораховано близко 14 миллионов на этот момент. Это не только Майдан, это полностью все, по-моему, там и некоторые помещения. Я должен посмотреть, как готовится. Киевская мэрия администрация за нанесенные сбытки, кроме Марийнского парка, пока никто не согласился платить. Мы будем обратиться к прокуратуре, допомогти нам, объяснить, кто сам будет ответить за те сбытки, которые нанесены на Грушевского. Майдан единства снова в Киеве. Сегодня в столицу съезжаются сторонники действующей власти. В Марийнском парке возле Верховной Рады они опять разбивают палаточный городок. Организаторы уже развернули полевую кухню и медпункт. Всего пару дней назад, когда Верховная Рада проголосовала бюджет, люди разъехались по домам, собираться вновь, говорят митингующие. Их заставили без порядки в столице. Мы здесь согласны перебрать до тех пор, пока это все не закончится, пока мы не добьемся того, чтобы эти все действия неправомерные прекратились. Президент Украины Виктор Янукович обсудил с премьером Николаем Азаровым и первым вице-премьером Сергеем Рабузовым вопрос подготовки бюджетов регионов на 2014 год. С учетом экономических особенностей каждой области. По словам главы государства, на сегодняшний день крайне важным является прозрачное принятие бюджетов регионов, которые должны быть направлены в первую очередь на решение социально-экономических проблем. Прозрачное принятие бюджетов регионов, которые должны быть направлены на развитие инфраструктуры регионов, ну и, безусловно, все социальные вопросы, которые касаются особенностей каждого региона. Мы с вами добре знаем эти особенностей, какая структура экономики в каждом регионе и какие есть приоритеты. Нам нужна экономика эффективна и мы реально должны увидеть покращение социальных условий для людей и, безусловно, качество жизни. Официальное издание «Голос Украины» и «Урядовый курьер» опубликовали законы, принятые Верховной Радой 16 января. Напомню, среди них нормы, которые упрощают процедуру лишения неприкосновенности народных депутатов, а еще позволяют вести уголовное производство заочно в случае неявки обвиняемого в суд. Также опубликованы законы об ограничениях во время митингов, в частности запрет на маски и шлемы, и те положения, которые ужесточают санкции за клевету. Законы вступают в силу на следующий день после публикации, то есть завтра. Отдельные нормы чуть позже, в частности продажи телефонных сим-карт по паспорту с 1 мая. Оппозиция возмущена нововведениями. Парламентское большинство и Ньюс настаивают, законы соответствуют мировым стандартам. Накануне вечером активисты и депутаты от «Свободы» заблокировали типографию, где печатали тираж «Голоса Украины». Но на процесс существенно не повлияли. Остановили несколько автомобилей и забрали часть газет с опубликованными законами. Вывести подразделение «Беркута» из центра Киева, отменить принятые 16 января законы и отправить правительство. Это основные требования оппозиции, которые передали президенту через чиновников, уполномоченных вести переговоры. Сегодня встретиться с Виктором Януковичем хотел лично лидер удара Виталий Кличко. Он пришел в администрацию президента, однако, как заявил Кличко, там его не приняли из-за занятости главы государства. На немедленной встрече лидеров оппозиции с президентом настаивает и Арсений Яценюк. Со своей стороны руководитель переговорной группы от власти секретарь СНБО Андрей Клюев призвал лидеров всех политических сил остановить беспорядки на улицах. Мы ждем на ответ, на что они готовы, на что они не готовы. Если не будет мирного шляха решения этой политической кризи, то нас будет снова ждать следующая минута насильства. Больше двух дней горит центр города Киева. И те кадры, которые видят много людей, они жахливые и нужно вырешивать термином. Домовились о том, что президент затлопонует и сегодня будет встреча. Попросили бы, чтобы лидеры оппозиционных сил обратились к своим представителям, к своих политических партий, чтобы они этого не делали, чтобы они прекратили насилие, прекратили экскалацию насилия. В Украине не будет введено чрезвычайное положение, об этом заявил секретарь СНБО Андрей Клюев. Ситуация очень напряженная, но чрезвычайное положение в стране вводиться не будет, подчеркнул Клюев. Все детали в подробностях в 20.00. Во Львове вторые сутки люди блокируют военных и подразделения Беркут, чтобы те не отправились в столицу, хотя информацию о поездке в Киев никто официально не подтверждает. Возле ворот части внутренних войск митингующие соорудили баррикады в человеческий рост, бьют в металлические бочки деревянными палками. Собралось около тысячи активистов. Возле главного входа в здание спецотряда Беркут люди заблокировали выезд автомобилями и разожгли костры. По факту блокирования открытое уголовное производство, статья предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. В Львове в ночь с 19 на 20 сечня неведомые особи заблокировали автомобилями выезды с двух военных частей, а также спецподразделом Беркут. За этими фактами открыты криминальные проведения, за ознаками частины первой статьи 279 Криминального кодекса Украины, блокирование транспортных коммуникаций, а также закопление транспортного предприятия. Ввести в Киеве чрезвычайное положение предлагают президенты Украины депутаты Луганского областного совета. Такое решение они приняли во время внеочередной сессии. Депутаты также предложили запретить деятельность всеукраинского объединения свободы. По их мнению, в настоящее время в стране происходит попытка государственного переворота. Столкновения в Киеве организованы и спровоцированы радикальными активистами националистических организаций. По словам луганских депутатов, сегодня в столицу отправились активисты для проведения Майдана-юдинства. Предлагаем президенту, для того, чтобы прекратить ту охрану, которая творится сейчас в Киеве, все-таки ввести чрезвычайное положение и навести порядок в столице. Потому что это не нравится ни на одному нормальному человеку. Ни киевляна был в Киеве, любите спросить любого Киева. Никто не хочет таких действий, которые сейчас происходят. Все хотят нормальной, мирной жизни. И реакцию Москвы на события в Украине озвучил сегодня Сергей Лавров. Министр иностранных дел Российской Федерации заявил, ситуация в стране выходит из-под контроля. Более того, стимулируется извне. По словам дипломата, ее искусственно расшатывают со стороны Запада. Россия пытается сделать все возможное, чтобы спасти соседей от кризиса. Москва готова выступить в роли посредника. Но только в том случае, если официальный Киев обратится к руководству России с подобной просьбой. Лавров также пристыдил западных политиков за то, что те вмешиваются в конфликт. Мы бы все-таки предпочли, чтобы наши европейские коллеги не вели себя так бесцеремонно в связи с украинским кризисом. Я очень не хотел бы поддерживать провокационные разговоры насчет раскола Украины. Мы делаем все, чтобы помочь этого не допустить, помочь стабилизировать ситуацию. Все детали сегодняшних событий, новые кадры и комментарии смотрите в программе «Подробности» ровно в 20.00. Ну а прямо сейчас в эфире Интера программа «Касается каждого». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова